Всех приветствую, друзья! С вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш и это игра у нас в Clash of Kings. Итак, ребят, хочу вам поделиться некоторыми новостями, вы сами уже немножко видели их, и я хочу вам свое мнение выразить. Так, во-первых, если у нас в событии появился конкурс подарков, 5 раз в день можно его активировать и добыть отсюда камушки. Вот я уже все добыл. Что из интересного здесь? Кристаллы ледяного дракона, костяного ледяного. Ну и камни времени, камни душите разноцветные. Вы помните, как-то раньше у нас событие было, здесь у трона был портал, и там вы добывали, вкладывали туда карты, вербовки, всякие там, что туда еще можно было вложить, друзья? Ну много всего там, вот символы величия, очищенное железо и всякого-всякого. У нас много накопилось, и хорошее событие, там можно будет облик выиграть, ну и копите, собирайте их. Так, по поводу вот этого кристалла синего дракона, нового костяного ледяного, как его еще тут назвали, костяной ледяной дракон. Итак, ребят, посмотрел я эти навыки, блин, первое впечатление о нем, ну, ну ни о чем, друзья. Ну реально ни о чем. Я думал, будет что-то прям, что-то с чем-то, но смотрим навыки, ребят, давайте вместе с нами разбираться. Первый навык у нас. Несгибаемый темп, увеличить скорость движения всех единиц, когда у нас сотни ускоров у каждого из вас практически. Этот навык вообще бесполезен абсолютно, его можно сразу же убирать. Дальше. Хранитель мертвецов увеличивает процент превращения мертвых раненых при атаке. Тоже, ребят, ну ерунда у нас уже, ну давно на целине был этот навык, и тут, короче, ну, не особо по-любому его будут убирать. Третий навык. Пожиратель энергии зла. В начале битвы наносите одну атаку вражеским солдатам, количество которых составляет менее 2% от общего количества марширующих войск. Честно, не могу сказать, как этот навык работает, ну, скорее всего, какая-то дичь, и вообще непонятно будет его, все вот эти проценты, там, шансы, непонятно, как это будет работать, поэтому тоже, на мой взгляд, ерунда. Дальше навык. Общая защита войск увеличена на 1,5%. Это сразу, ребят, фигня, у нас на каждом герое это есть, у нас есть испытание дракона, всеобщая защита, она просто у нас валится отовсюду, она везде вот стоит у меня на каждом драконе. Вот вы видите, всеобщая защита везде по 15, по 17 и так далее процентов на скате и стандартно, поэтому, опять же, не о чем. Четыре навыка уже в топку можно смело выкидывать. Пятый навык, друзья, увеличение точности пехоты. Вот этого я не знаю, ребят. Ну, точность пехоты будет сильнее бить или что? Ну, тоже не могу вам сказать увеличение точности пехоты на 1. Максимально, возможно, будет 10 или что? Что это за атрибут точность пехоты? Пока что мы не видели. Не могу сказать, как это будет работать. Дальше, следующий навык. Увеличьте критический урон стрелков на 5. Это, опять же, не шанс критического удара, а просто увеличить крит. Крита у нас порядочный, он у нас валяется, ребят. И в чуде, и в магии, и, в принципе, ну, еще в некоторых местах он есть. Но не так актуален тоже, мне кажется, критический удар стрелков. Не знаю, честно вам скажу. Дальше. И последний навык, ну, ребят, он хороший, но его надо добыть. Его реально надо будет добыть. Это 40 уровень. Здесь увеличение общего урона войск на 0.3. Я так понимаю, что максималочка, друзья, максималочка урона будет у нас. Ну, тут, ну, максимум 5%, мне кажется. Ну, или 6. Врать не буду, я не знаю, сколько будет максимум. Итак, ребят. Многие из вас крутят кристалл 39. Здесь урона можно больше поймать, чем в драконе в этом. Вообще. Честно, я не знаю. Мне казалось, что будет просто имба. По факту, ребят, ну, хлам. Многие из вас, ну, качнут его, допустим, сразу же на 35 уровень, потратят камни, и он у вас будет валяться балластом, я уверен. Нет смысла его одевать, сделать на него бонусы другие. Например, у орла есть, у него есть пушка вот до 40 уровня, у него есть урон при нападении. Из-за него его качали 15%. Согласен. Скат, у него есть тоже удивительный навык родной, это всеобщая защита 20%. Реально круто, на него можно тоже всего наставить, он бот четкий. У орла что есть? У орла тоже, он перекати поле 40-ой навык, у него нормальный. Это вот увеличение урона Верховного Легиона. 20-ка там будет, это очень много, друзья. Дальше пошел красный дракон. Здесь у нас урон при обороне, снижение урона при обороне, увеличение 80 метров палаток. Три навыка реально удивительных, хороших, качественных, которые нам очень нужны в игре. Дальше синий дракон, здесь у нас, у него есть базовая атака кавалерии. Ну и дальнобойность есть, я ее использую, дальнобойность. Базовая атака кавалерии 11%, это много. В принципе увеличить шанс критического удара не так актуально. Но у каждого дракона было до 35 уровня какой-то уникальный навык, интересный. У всех, что я назвал Целинь, тут нам не особо мы используем. Здесь тоже синий дракон у нас на лечении вообще, черный точнее, извиняюсь, Кракен. Давно прошли его времена. А что этот нам чувак может предложить? Да ничего, на мой взгляд, ребят. Если я не прав, пишите, ребят, ваше мнение. Реально, ну блин, мне кажется, что это, ну, ерунда, а не дракон. И не стоит прям упарываться его покупать, тем более, потому что, ну, он вам вообще не сыграет никакой пользы, мне кажется. Тем более он будет улучшаться, там, туда-сюда еще, сколько вы потратите на улучшение его, я имею в виду, вот, например, способности, там, сколько что будет. Возможно, будут какие-то способности интересные, пока он в продаже у нас нигде не имеется, способ получения нажимаешь, ничего нет. Интересно посмотреть, что за способности, а пока навыки, вообще, ребят, хлам, как по мне. Ну, пишите ваше мнение, посмотрим, ой, хорошее событие. Вот, например, надо вам кристаллов, да? Так, все, я уже потратил все свои попытки. Надо вам кристаллов, будете собирать. Надо вам графемы, пожалуйста, собирайте графемы. Надо вам камни науки, пожалуйста, камни науки. 25 раз в день можно это добыть, можно смело, допустим, добывать кристаллы отсюда, 1060-70, или камни науки, или графемы. Короче, вот, событие нормально. Что еще, ребят, у нас из новенького? Так, тут у нас все понятно. Так, вот это событие я показал. Ну, торт, естественно, все вы знаете. Продолжайте строить, не забывайте его ломать после того, как заполнили, и заново начинать делать. Здесь у нас, ну, естественно, вот хорошее событие. Играйте, награды лучшие. Собирайте полтинничек. Даже, ребят, если вы уже выиграли сегодня, все равно заходите просто туда, чтобы у вас было в сумме 50 игр. Награды здесь все-таки порядочные. Ну, это, естественно, событие продолжается. Заходил недавно к товарищу на замок, посмотрел у него, был удивлен сильно. У него накоплено вот этих вот удачных камней 200 тысяч, друзья. Вы представляете, 200 косарей. И он по 2 клика в день делает. Ребят, это глупо. Если у вас имеется очень много камней, делайте их по 10 на каждый вид войск каждый день. Событие нам привалило. Максималочка здесь 200. До 180 сделайте. Уже круто, ребят, будет. Ну, а 200 это вообще легендарно, уникально. Я думаю, нам потом еще добавят. Скорее всего, ребят, я думаю, что как только введут войска Т-14, уже в этом все слухи ходят, тогда и молитвы, ребят, поднимут. Пока молитвы нам не подняли, еще раз проверим, сейчас нажмем, попытаемся улучшить. И не улучшается, но уже нету такого значка, как написано, максимум. Я думаю, как только введут войска Т-14, баланс в игре опять изменится. И, ребят, надо будет играть. Снова как-то, не знаю, что-то вертеть, думать, придумывать. И молитвы, скорее всего, тогда и поднимутся в тот момент. Какие молитвы у них будут на войсках, я еще точно не знаю, какие навыки. Но, ребят, вам уже советую с сегодняшнего дня, может, что-то начал это делать. Ну, посмотрите мои ролики и начинайте закупаться для себя обязательно вот этими вот вещичками, ребят. Обязательно. И вот этими вот. Копите себе гербы по максимуму, по возможности, чтобы как только войска Т-14 появились, чтобы вы могли сразу же 30-ничек сделать, я думаю, что они будут нереально сильные. Ну, опять же, я этого не знаю, но мне кажется, они будут крутые, ребят. Потому что во всех играх всегда новая, она всегда лучше старого. Поэтому я уверен, что войска Т-14, говорят, она будет там на доминировании или на турнире на каком-то после этого. Я уверен, что их ведут в обычную игру. И там будет жесть, мне кажется. Они просто убойные будут. Так, что у меня здесь? Арена. Так, все понятно. Вот как-то так, ребят. Все рассказал по поводу дракона. Реально, не торопитесь его, братьясь, он будет продаваться. Ну, потому что, ну, бестолково, на мой взгляд. Если, ребят, вы что-то знаете по поводу этого дракона и вам кажется, что он крутой, то попробуйте мне это объяснить, доказать. Потому что, на мой взгляд, это просто новая возможность взять с нас деньжат. Вот и все. На этом все, друзья. Буду с вами прощать. С вами Рул Джокер. Всем пока. Не забывайте обязательно ставить комментарии, подписываться на канал. Также, ребят, на канале есть спонсорство. Кому интересно, милости просим. Совсем ознакомьтесь. Ну, и можете по вашим возможностям спонсировать мой канал. Ну, и, естественно, меня. Все, всем пока, ребят.